Красная дорожка, оркестр, театр русской драмы торжественно открыт. Цветы, свечи, нарядные дамы и, конечно, маски. Это все атрибуты праздника театрального. Сегодня маски улыбаются, в театр вселяется душа. Да, маска сегодня улыбаться должна. И мы вообще все улыбаемся, потому что все-таки большое дело сделано. И мы здесь... Много было трудностей, но все не забываются, когда уже люди улыбаются. И все. То есть для нас это улыбка, для нас это все-таки большое удовольствие и честь, что мы смогли свои обещания выполнить. И самое главное, что может быть в городе, это не только отремонтированные дороги, школы, инфраструктуру, хотя это, естественно, безусловно, важно. Самое главное в городе это его дух. Театр это часть духа. Вот то, что мы сейчас сделали, открывая театр русской драмы, который является самым современным русским театром в мире за пределами России, мы укрепляем дух нашего города. А Рига всегда была сильна, всегда отличалась от всех остальных именно своим духом. Поэтому сегодня очень важное событие в жизни города, которое будет иметь большие хорошие последствия еще на многие годы вперед. Мы видим рождение человека. Вы помните, есть в Сикстинской капелле вот это прикосновение Бога. Вот для меня вот еще чуть-чуть, и когда вот это произойдет, вот это касание, это и есть акт искусства. И дай Бог, что мы, Рига, Латвия достойно такого театра. Тут как раз сейчас сделали все так, как надо. В советское время очень многое, что, ну, испортили, естественно, как всегда. В советское время ведь только рубить топором умели, ну, грубо говоря, а не пинцетом работать. Сейчас, в общем, сделано все, ну, очень достойно. Я был в этом театре еще до реконструкции. И это, ну, это был старый театр, который тоже имеет свое очарование именно тем, знаете, намоленностью своей. Но, конечно, ощущалось, что театр устал. И вот такое преображение, когда в театре появился свет дневной, когда в театре появились такие просторы и площади, которые позволят людям комфортно приходить, начиная, да, вот в гардеробе, проходить по такой замечательной лестнице. То есть уже подготавливают его к восприятию чего-то высокого и прекрасного. «Высокое прекрасное» в театре начнется уже 2 октября. Театральный сезон откроет премьера «Двенадцатая ночь» по комедии Уильяма Шекспира. А 127 лет назад, именно 2 октября, Театр русской драмы начал свою историю. Его летопись продолжится, и ее обязательно украсят новые имена, которые внесут свой вклад в развитие театра. Как известно, свой след в Рижском русском театре оставили Михаил Чехов, Аркадий Каз, Роман Виктюк, Роман Козак и даже сам Алексей Толстой, который участвовал в постановке своей пьесы «Косатка». Второе дыхание театру даст новая атмосфера и небывалые технические возможности. Этому радуется весь театральный мир. Мы тут все живем в одной, как бы сказать, лодке, в одной команде, поэтому очень радуемся, что в Риге появился такой современный, хороший, красивый театр, удобный и для зрителей, и для актеров, и для тех, кто туда приезжает с гастролями. И я надеюсь, что это послужит новым этапом в наших таких отношениях между Чеховским фестивалем и театром русской драмы. Теперь в планах театралов проводить в Риге знаменитые Чеховские фестивали, в которых принимают участие все ведущие театры мира. Светлана Дудко, Айнерс Крауколис, Первый Балтийский фестиваль.